В здании администрации состоялось совещание, на котором обсуждалась выработка мер по пресечению самовольного строительства в Ленинском городском округе. По итогам первого полугодия 2019 года наш муниципалитет попал в красную зону в подмосковном рейтинге 50 по количеству самовольно возводимых объектов. Всего выявлено 92 факта незаконного строительства, 60 из которых обнаружил главгосстроенадзор, а 32 администрация. Как мы с вами помним, на первой ВКС мы как раз были в красной зоне по количеству объектов, но в зеленой на первом месте по принимаемым мерам. И мы встречались, у вас была встреча с главой района в этой части, мы говорили, каким образом мы идем, что все мы пропускаем в публичную плоскость, выводим на судебные решения и отстаиваем конкретные интересы муниципального образования в этой части. Соответственно, от этих договоренностей мы не отступаем и эту работу ведем. На сегодняшний день из 92 строений один объект уже снесен, 14 приведены в соответствие с законодательством, по 40 объектам дела находятся в судах. Судьба остальных все еще под вопросом. Одна из проблемных точек – строящийся складской комплекс, находящийся в северо-восточной деревне Горки. В Московской области кампания по борьбе с объектами незаконного строительства началась в августе 2018 года. На сегодняшний день главгосстроенадзором выявлено 1200 самовольных построек на территории Подмосковья. Продолжается работа и в Ленинском округе. По всем объектам сейчас на совещании мы по ним дали весь расклад, то есть тот алгоритм действий, по которым эти объекты будут приводиться в, значит, или будут сноситься, или приводиться в соответствие градостроительного кодекса. В помощь инспектора муниципального земельного контроля в Московской области разработано специальное мобильное приложение для выявления объектов самовольного строительства. Если какой-то критерий самовольности, он подтверждает муниципальный земельный инспектор, значит, после этого мобильное приложение обрабатывает эти результаты. Вот эти результаты поступают в определенный аналитический центр, далее поступает на муниципальную земельную комиссию, на комиссию по муниципальному земельному контролю, которая решает, действительно ли это объект самовольный. Администрации Ленинского городского округа поставлена задача активизировать работу по пресечению самовольного строительства в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.